МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рынок стройматериалов штормит. Откуда идет Росцен, выясняла Ольга Арсенукаева. Подарки жителям ко дню города начали дарить депутаты городского совета. Подробнее в материале Артемия Ушакова. Более 20 новых автомобилей отправят в районные больницы Бурятии. По какому поводу подарок, расскажет Сергей Смоленинов. Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести в Бурятии уже в ближайшее время. Такое решение может принять главный санитарный врач. Ведомстве отмечают, что наша республика в десятки регионов с самым высоким суточным приростом. Напомним, обязательно вакцинация для определенных групп населения уже введена в нескольких регионах. Сейчас специалисты занимаются подготовительной работой. В первую очередь проводят эпид-анализ, какие социальные и возрастные группы населения больше болеют. Встает вопрос и о препарате. Для того, чтобы ввести обязательно вакцинацию населения республики Бурятии или определенных категорий населения, нам необходимо решить вопрос, а хватит ли у нас вакцины. Соответственно, нам надо просчитать требуемый объем вакцины. После того, как мы решим, подготовительную работу проведем, главный государственный санитарный врач примет решение. Это будет буквально сегодня-завтра. Операции при решении будут и на темпы заболеваемости. Они вновь неутешительны. За сутки заболели 226 человек, а вот выздоровело в три раза меньше. Вирус забрал еще 7 жизней. Лечение в стационарах получают почти 2500 пациентов. 101 из них не может обойтись без искусственной вентиляции легких. Введение обязательной вакцинации активно обсуждается с жителями Бурятии. Меньше, чем за сутки пост в группе Оригус в Инстаграм собрал более 700 комментариев. Большинство из них негативные. Мы так и будем по кругу годами с короной мучиться, пока население будет противиться вакцинации. В Конституции есть статья о свободе выбора. И никто не может заставить принудительно вакцинироваться. Почему вакцина есть, а лекарства от коронавируса нет? На медицинское вмешательство лишь я могу дать согласие. Ни моя семья, ни дети не будем прививаться. Складывается впечатление, что одна часть подписчиков боится прививаться новые вакцины, другая считает обязательную вакцинацию нарушением своих прав. Но есть и те, кто решительные меры поддерживает. Недовольный и предприниматель у многих бизнес оказался на грани закрытия. Правительство планирует ввести дополнительные меры поддержки. Вопросы возмещения аренды за отрат на коммунальные услуги обсудили на онлайн-встрече с главой республики. Алексей Цыденов отметил, что снятие ограничений возможно при снижении количества заболевших в сутки до 70 человек. Мы работаем в трех направлениях. Первое. Наверняка мы будем освобождать наших предпринимателей, которые арендуют государственные и муниципальные имущества. В том числе и предприниматели, которые арендуют земельные участки. Второе направление. Сегодня рассматривали компенсацию минимальной заработной платы на период простоя. Сегодня период простоя принят до двух недель. И третий момент. Выдача льготных кредитов под сохранение численности. То есть, если предприниматель сохраняет численность, на определенный период выдается льготный кредит из фонда поддержки предпринимательства под минимальную ставку примерно 0,5% годовых. Решение о введении возможных мер примут на следующей неделе. Этот и другие аспекты ситуации с коронавирусом в Бурятии обсудили в авторской программе Алексея Фишева 3D. Увидеть ее можно каждый четверг в 20.00 на телеканале Оригус. Десятки и даже сотни процентов. Рост цен на стройматериалы не устает удивлять. Звучат мнения, что речь уже идет о гиперинфляции. Ведь такими скачками в ценовой политике не может похвастаться даже бензин. Что дает почву для такого подорожания, к чему готовиться дальше, разбиралась Ольга Арсенукаева. От несущих конструкций до выключателей и розеток повышение стоимости стройматериалов обошло стороной единицы товаров. Резкое подорожание произошло весной. Тогда ценники новых приходов выбили из колеи даже самых опытных предпринимателей. Вот данные Бурятстата на некоторые изделия. Цифры официальные не совсем сходятся с ценами на торговых базах. На их площадках теперь не так многолюдно. И понятно почему. Краска очень сильно подорожала. И она дорожает с каждым приходом. С начала года на сколько процентов? Процентов, наверное, 30-35. Даже на некоторые вещи есть до 40-50%. На УСГО Плитах очень сильно выросла. Два с половиной раза. Стоила где-то в районе 700 рублей. Сейчас до 1900 где-то доходит. Поставщики просто цену увеличивают и все. Ссылаются на рост сырья, энергоносители и так далее. Многие люди приходят, сцены спрашивают и уходят, разворачиваются. У меня покупатели матерятся. А на сколько вы растете? Приехав два раза. Если не в три. Вы уже, наверное, на летниках давно уже на рынке. В 18 лет? В 18 лет. Вообще были такие скачки? Не было. То есть вообще не должно быть? Не было такого подорожания. Взять ворота с прошлым годом. В прошлом году ворота стоили 17 тысяч. Сейчас они 30 тысяч стоят. Что случилось с рынком стройматериалов? Этим вопросом сегодня задаются многие. Экономисты пытаются найти те самые нити, что поднимают цены. Одной из них стала пандемия. Точнее, ее завершение в некоторых крупных странах. Например, в Китае. Там резко увеличился спрос на древесину и металл. Еще одна причина является в том, что в мире прошел какой-то определенный пересмотр ценностей по жилью. И в большинстве развитых стран люди стали подписать строить загородные дома. Поставщиком некоторых товарных ассортиментов является у нас Китай. А грузоперевоз Китая в прошлом году закрывались на длительный срок. То есть запасы на складах, кстати, уменьшаются в торговых компаниях, что, конечно, компенсируется компаниями ростом цен, чтобы сократить спрос. Кроме этого, повысили цены на контейнерные перевозки, как морем, так и железной дорогой. Достаточно большой рост цен произошел, тоже чуть ли не в два раза. У дорожания перевозок, спрос, доступная ипотека, жилищные сертификаты. Бизнес, можно сказать, воспользовался ситуацией. О снижении цен сегодня речи не идет. Тут хотя бы притормозить их рост. В дело вступает антимонопольная служба. ФАС России выявила признаки нарушения в действиях ряда металлотрейдинговых организаций, выразившиеся в заключении и участии в антиконкурентном соглашении между хозяйствующими субъектами, которое привело к поддержанию цен на торгах. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Чтобы оградить рынок от дальнейших потрясений, с 1 июля вводят пошлины на глубокую переработку леса. В планах новые пошлины и налом металла. Это снизит темпы импорта, а значит и рост цен на стройматериалы. Между тем, по данным Бурятстата, стоимость некоторых товаров все же снизилась. Сэкономить пока можно на линолеуме и виниловых обоях. Ольга Арсунукаева, Батар Халматов, телекомпания «Орегус». Вновь снизили ставку по льготной ипотеке на новостройки. Об этом сообщили в Минстрое Бурятии. Теперь кредит можно оформить по ставке 5,15%. За последний месяц это второе снижение. Специалисты объясняют, связано оно с растущим спросом на программу. В программе могут участвовать граждане Российской Федерации от 21 до 65 лет на дату погашения кредита. Минимальная ставка доступна при оплате первоначального взноса от 30%. При этом получать заработную плату клиенты должны на карту банка дом.рф. Предусмотрен дистанционный способ подтверждения доходов и занятости. Для этого необходима только выписка из пенсионного фонда. Заказать ее можно через сотрудника банка. Получить кредит можно до 1 июля 2021 года. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования до 30 лет. Продолжим. Очередная трагедия на воде. Спасатели ищут тело мужчины, который утонул на рыбалке в поселке Анахой еще 7 июня. Обследование береговой зоны Уды не дало результата. Хотя прочесали более 60 километров от места ЧП до Улан-Уды. При этом, по прогнозам, уже в ближайшие выходные работы УМЧС может прибавиться. Потому жители просят задуматься о своей безопасности. Бурятию ждут жаркие выходные и последующие не менее теплые недели. Значит, население поедет отдыхать на водоемы. Безопасность на водных объектах уже поставили на особый контроль в МЧС. В настоящее время водные объекты представляют смертельную опасность для купающихся. Факторы холодной, непрогретой воды на водоемах, подъем уровня рек и озер, подтопление берегов могут явиться причиной несчастных случаев. В первую очередь, в зоне риска могут оказаться наши дети. Ребенок не в состоянии оценить опасность возникшей ситуации. По данным МЧС, с начала этого года на водоемах Бурятии уже погибло 8 человек. Трое из них – дети. С последствиями обильных дождей продолжают бороться в Бичуре. Напомним, на прошлой неделе подтопленными оказались более полусотни домов. Как мы уже говорили, на помощь местным жителям пришли волонтеры. Однако сил еще недостаточно. Какие меры принимают, расскажем далее. Ровно в 12.00 встречаемся у строящейся дамбы. Приглашаю всех принять участие в этой важной миссии. Работы хватит на всех. Не очередной челлендж, а призыв о помощи. Министр спорта и молодежной политики обратился к жителям республики. Он попросил всех неравнодушных приехать в Бичурский район. Первыми откликнулись волонтеры. Много проблем у нас есть. Обращаюсь ко всем коллегам, волонтерам республики. Я думаю, пришло время собраться всем вместе и обсудить, что еще полезного мы можем сделать для нашей республики. Рабочих рук, конечно, не хватает, поскольку объем работы очень большой. Любая помощь району нужна и необходима. Местные жители заметили, уровень воды поднялся на 2,5 метра. Под топленными оказались 75 домов. Выявлено более 10 аварийных участков на дамбе. Какую-то работу сделаем, но так, конечно, стратегически нужно будет смотреть в будущем, планировать либо капитальный ремонт, в целом защитных сооружений реки, либо реконструкции, вплоть до Муштад. И населенный пункт вырос после последнего ремонта или строительства этих дамб. Так что работа здесь предстоит в перспективе серьезной. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы продолжаются. Чингис Ихунаев, телекомпания «Орегус». Восточный экспресс движется дальше. Смотрите во второй части выпуска. На страже здоровья медиков поздравляют с профессиональным праздником. В Шубин приехали, потому что у нас лето такое короткое. В путешествие на Катамаране. Кто и как собирается пройти 6000 километров по легендарному маршруту. Я в отпуск пошла. Что еще хорошего? Да все хорошо, в принципе. Хорошие новости от горожан в традиционной рубрике «Остановка Восточного экспресса». В республике увеличилось количество заболевших после укусов клещей. За медпомощь уже обратилось более тысячи человек. Каждый третий из них – ребенок. Почти половина всех случаев произошли в населенных пунктах на собственных приусадебных участках. На сегодня прививки от энцефалита поставили почти 60 тысяч человек. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно. Укусы зарегистрированы во всех районах Бурятии. При этом 9 случаев инфекции, передающихся клещами. 1 случай клещевого вирусного энцефалита, 4 клещевого боррелиоза и 4 случая клещевого рикетсиоза. Специалисты напоминают, что в случае нападения клеща необходимо сразу же обратиться в медицинское учреждение. Жителям районов в местное ЦРБ Аулан-Уденцам в республиканскую инфекционную больницу. Пятница. Время подводить итоги работы дежурного по городу. На этой неделе дежурство нес Никита Коробенков. Темой программы стало состояние дорог и тротуаров города. Кроме этого, журналист разбирался и в других проблемах у Лан-Уденцев. О том, куда успела заглянуть наша съемочная группа, далее коротко. Вы же знаете, что у нас в России две беды. Дураки и дороги, включая железные. Вот такие у нас дороги во дворе. Замечание отражено. Подведчики, оно принято в работу. 33 миллиона рублей потратили депутаты горсовета на исполнение наказов избирателей. И это только по малым архитектурным формам. Говорят, учли максимум из того, о чем просили горожане. Но все равно охватили они все. Какие просьбы избиратели оставили на потом, а что исполнили в первую очередь, расскажет Артемий Ушаков. Начиная с 2019 года, каждый избирательный округ может рассчитывать на 4 миллиона рублей. Эти деньги выделяют из бюджета в так называемый депутатский фонд исполнения наказов. Все, о чем просили люди, должны обобщить. Решить, что первоочередное, а что второстепенное. Если детская площадка, то для кого? Если спортивная, то для чего? Так на улице Боевая появилась дополнительная детская площадка для самых маленьких. Нынче вот эту детскую площадку облагородили. И там спортивную площадку сделали. Это уже почти миллион для двух дворов. Но на каждом округе живут десятки тысяч горожан. Одним нужны места для досуга, другим удобство. Цены на все разные. К примеру, на улице Добольское асфальтирование проезда к домам обошлось 600 тысяч рублей. И проблемы прибавились. Площадки мы тоже делали в этом году, две площадки. Но в основном у нас вот эти проезды. Решили мы одну проблему, но появилась другая. Здесь в торце дома собиралась огромная лужа. И буквально вчера мы собирались с жителями, которые попросили нас что-то с этой лужей решить. И мы как решение приняли такое, что на следующий год мы сделаем устройство тротуара. То есть тротуар с устройством ливневой канализации. И все же основной упор в этом году депутаты делают на детские площадки. Их уже постановили 90. В том числе в отдаленных микрорайонах, как в поселке Импульс по сперзаводскому тракту. Торупятся с установкой малых архитектурных форм не просто так. Цена на них скоро должна пойти вверх. В этом году еще была возможность не по новому регламенту изготовить. Новый регламент под собой будет подразумевать в том числе и покрытие уже сертифицированное. Либо это мягкое покрытие, либо специальный песок, прошедший сертификацию. Мы пока еще смогли сделать более бюджетно. Новый регламент вступает в силу в конце года. Оплатить покрытие для детских площадок будет проще, чем искать деньги на полную комплектацию. На все городские избирательные округа ежегодно из бюджета выделяют 120 миллионов рублей. Все зависит от округа. На каждом округе, например, если где есть неблагоустроенные дворовые Таитои, конечно, больше водоснабжения в этом году. По крайней мере, я служу по своему округу. Асфальтирование перед домовой Таитои. Освещение улиц. Тем более в этом году заработал энергосверстный контракт. Если вы могли увидеть, появились уже новые освещения. Всего в этом году люди направили в Горсовет порядка 340 наказов. Сделать как можно больше стараются ко дню рождения Улан-Удэ. На одно только наружное освещение предусмотрели 14 миллионов рублей. До конца 2021-го оно должно появиться на 50 улицах города. Артемий Шаков, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Ко дню медицинского работника центральным районным больницам сделали приятный подарок. Сразу 9 учреждений получили новые машины для оказания оперативной помощи на выезде. По какому принципу их выбирали, расскажет Сергей Смоленинов. Видите, есть новая машина. Как она шепчет, да? Поет. Анатолий Васильевич водитель со стажем. Уже 37 лет он работает на скорой помощи в Анахое. И не понаслышке знает, как сложно добираться до пациента по районным дорогам. У нас-то они убиты, конечно. Будет приходиться внимание большое выделять машине. Аккуратно ездить. Ну, должна. Должна. Все равно подвеска сейчас по приходимости повыше, чем у «Семерки». Сейчас новенько обслужим, такая вообще бронька будет. Хорошие руки даем мы. Ее долго проходит. За Играевской больнице досталось 4 новых автомобиля «Лада Гранта». Всего же в 9 районов республики отправится 21 машина. Выбирали их по износу автопарка и по количеству пациентов, которые нуждаются в выезде врача на дом. Очень важные и нужные машины для работы наших амбулаторно-поликлинических поликлиник в наших центральных районных больницах. Эта машина как раз для выезда врачей, для выезда сегодня к пациентам и для доставки необходимых анализов, лекарственных препаратов. В ближайшее время мы получим еще Нивы, УАЗики для наших труднодоступных районов. И поэтому движение идет, это радует. До конца этого года запланировано приобретение еще 28 машин. Задача в дальнейшем – замена и дооснащение автотранспортом всех центральных районных больниц, включая отдаленные амбулатории. Работают не техники, а работают люди. И я вот еще раз хочу подчеркнуть о том, что наши медики сегодня настоящие герои, которые стоят на передовой. Поэтому мы сделаем все, чтобы помочь им справиться с этой задачей. Сергей Смольнинов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Между тем и медики начали принимать поздравления. Каждое третье в воскресенье июня – их профессиональный праздник. В Бурятии на этом поприще трудятся 4,5 тысячи врачей и более 10 тысяч среднего медперсонала. К словам благодарности, людям в белых халатах присоединяется и наша телекомпания. Ежедневная рабочая жизнь наша требует, конечно, большой такой мобилизации и ответственности. Всех сотрудников Министерства здравоохранения в этом проявляется наше единство. И мы решаем текущие задачи очень оперативно, потому что главное то, что мы охраняем здоровье наших граждан. Министерства здравоохранения в Бурятии просто на износ, не покладая рук, но не сдаются. И вот этот бойцовский характер, вот эта работа через «не могу» с сжатыми зубами – на самом деле это, не знаю, мне кажется, высшее проявление вашего профессионализма, мастерства и лучших человеческих качеств. Поэтому сегодня, пользуясь случаем, хочу всех искренне поблагодарить за эту работу. Вспомнить историю прошлого и отправиться в большое путешествие. Экспедиция «Байкал-Аляска» стартовала в Иркутске. Туристы хотят повторить маршрут сибирских купцов столетней давности. Как готовились к поездке и что взяли с собой, увидел Роман Куклин. Полтора месяца наедине с водой. Конечная цель «Шантарские острова» – четыре члена экипажа. И у каждого своя роль. Попал. Случайно. Но как бы не жалею. Функции ботсмана выполняю. Всякая техническая, организационная вещь. Постановка лагеря, организация пищи. У нас тут все просто по-простецкому. Все вещи у нас в кофрах. Вчера из Посольска мы, когда выходили, там нам «Байкал» дедушка дал прикурить. Были трехметровые волны. Приняли душ коллективно. Все всегда под рукой. Продукты, запасные части. Бреднее, если надо вдруг случайно сдернуть лодку. Нашлось место и к гитаре Сукулеле. Путь не близкий. До Охотского моря – 6000 километров. По конструкции это обычная туристическая лодка. Ее подготовили и укомплектовали для защиты от волн. Экспедицию разделили на этапы. Первый – дорога от Ангары и Байкала до Читы. Второй этап – до Благовещенска по Амуру. А уже оттуда – в Хабаровск и прямиком на Большую воду. Цель экспедиции – как раз напомнить о том, что существует такой путь, по которому с Байкала можно выйти до океана. Проходим для того, чтобы провести разведку, для того, чтобы понять, возможно ли по нему проходить или нет, и запечатлеть самые интересные места. Так как по рекам парусного большого смысла нет, поэтому выбрано такое судно – минимальная осадка, максимальная скорость, минимальный расход топлива. На всем пути туристов сопровождает оператор. Они хотят снять фильм о своем водном приключении. Как только турне закончится, его смонтируют и загрузят в сеть, где посмотреть его сможет любой желающий. Роман Куклин, Борис Бальчинов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Дикое животное в городских джунглях. Горожане заметили косулю на улице Краснофлотской, на конечной маршрута номер 56. Судя по всему, ее пригнала сюда собачья стая. Но людям удалось спасти порнокопытное. Горожане сразу же вызвали сотрудников Бурприроднадзора. Совместными усилиями они погрузили косулю в машину. У животного обнаружили ссадины. Но специалисты решили, что помощь ветеринаров не требуется. Косулю отвезли в лес возле микрорайона Забайкальский. Там ее отпустили на волю. Трио Чива из Улан-Удэ вышли в финал комедий-баттл. Им остается всего шаг до победы. Уже сегодня вечером они поборются за 5 миллионов рублей. Хорошие новости есть и у наших горожан. О своих житейских радостях они рассказали на пятничной остановке Восточного экспресса. За эту неделю мы приехали с Кемерово, на Усть-Баргузин съездили, посмотрели Байкал, поплавали на катере по Байкалу. Супруга моя счастливая. Первый раз на Байкале. Впечатления такие? Только положительные. Вот ведь грустные художники. Я вам по-хорошему завидую, если честно. У нас такой красоты, к сожалению, нет. У вас очень красиво. Горы великолепные. По горам полазили. Давняя мечта сбылась. С подружками ходили гулять в парк. День рождения отмечали очень весело. У меня сегодня день рождения. Да, правда, поздравляю. Сколько вам? 80. Ну, чтобы всем хорошо было, чтобы мирно было, у нас спокойно, чтобы было. Всем добра и счастья. Ну, я в отпуск пошла, вот. Я в декретный отпуск ухожу. Буду готовиться к рождению малыша. Как круто. А как вы зовете? Василиса. Классно. Спасибо горожанам за интервью и хорошие новости. На этом я завершаю выпуск. На выходных за новостями можете следить на нашем сайте. И в сети. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова